всем привет друзья меня зовут давид и вы находитесь на youtube канале арстайл рад всех приветствовать моих руках sony x z3 аппарат уже не новый обзор снимается в самом конце января 2019 года и поговорим о том что такое sony если честно меня несколько удивляет без перерыва обновления которые сюда приходят уже три или четыре за несколько дней что телефон у меня это наверное хорошо говорит о том что производитель постоянно пытается что-то улучшить но с другой стороны что-то чересчур много аппарат с огромнейшим 6 дюймовым у лет экраном с боковыми гранями скругленными они несут себе нагрузку два раза например коснуться можно открыть меню но если честно дать за несколько дней использования я так этой фишке не привык и как-то она не зашла нет не думайте что я взялся ругать sony иногда мне пишут давид ты хвалишь там сяоми хвалишь китай а настоящие бренды монстры вот такие фирмы как sony но ребята 50 тысяч стоит аппарат безусловно классный но в нем есть вещи которые мне не нравится есть вещи которым я восхищен например стереодинамики ребята ну это реально классно и не только для игрушечек типа папга но если даже вы хотите не хотите подключать наушники здесь разъема кстати для наушников нет и конечно это печально ребята другой стороны sony не пошла по пути многих и не стала ставить сюда моноброви никаких телефон вообще полностью симметричен то есть посередине сканер отпечатка пальцев и к нему действительно неудобно нужно привыкать или у японцев руки поменьше не знаю но сканер очень низко расположен ну а так он симметричен здесь кнопка камеры здесь кнопки громкости здесь кнопка включения посередине но давайте по порядку сам телефон разумеется выполнен из стекла и металлическая рама очень рекомендую если вы присматривались такому телефону посмотреть цвет изумрудный он даже на картинках смотрится божественно к сожалению я смог достать только черный телефон ну опять же современные телефоны многие скользкие этот не исключение бампера к сожалению комплект не положили другой вопрос стоит ли прятать такую красоту даже черный выглядит как произведение искусства на фоне многих других фирм да почти всех sony все-таки выделяется пусть очень странно расположение кнопок сканера и буду честен когда вы будете смотреть пример видеозаписи и фото мне конечно стыдно но я переснимать не стал у меня палец закрыл часть объектива то есть как я обычно держу камеру и это первый раз когда я так накосячил я не стал переснимать потому что я держу телефоны всегда одинаково ну как компания корпорации sony не могла учесть что камеру расположить слишком слишком низко для меня загадка но можете писать что я криворукий и так далее но я решил оставить как есть поэтому не пугайтесь примеры фотографии их много будет часть объектива закрывать пальцем но давайте все таки ребята хорошим а то действительно кто-то гневно уже строчит комментарии да ты достал sony ругать я себе купил и доволен безусловно аппарат заслуживает уважения аппарат интересный но и все-таки начинаем такое долгое вступление получилось аппарат скользкий этого не отнять и не только мое мнение держите его крепче потому что уроните несмотря на гориллу глаз 5 защитное стекло бьется все но если будете пользоваться аккуратно как с произведением искусства по весу кстати без малого 200 грамм весит об этом тоже чуть позже поговорим кому-то наоборот понравится многие любят тяжелые телефоны приятно лежит в руке 6 дюймов 2 880 на 1440 дисплей это значительно более чем 500 пикселей на дюйм дисплей шикарный разумеется вопросов к нему никаких не возникает есть огромное количество настроек цветовой температуры цветовой гаммы hdr все поддерживает и как мультимедийный комбайн машина для потребления контакт контента видео не знаю там музыку ну хоть разъема для наушников нет звучит через 5 и ходник хорошо либо через беспроводные наушники фильмы смотреть играть конечно будет офигенно особенно со стереодинамика про экран больше сказать нечего олеофобка высокого класса как на всех флагманах закругления которые большого смысла не несут только вот на них можно вызвать дальним нажатием это не всегда открывается маленькая менюшка такая ее можно разумеется настроить перейдем тогда камеры и батареи я думаю многие ждут особенно тест камеры ну ребят sony своем репертуаре сколько лет прошло и когда-то я сам покупал флагманские телефоны sony еще до того как стал заниматься блогерством у меня были и sony ericsson и и потом просто не вру sony ни разу не покупал sony ericsson и были мои последние телефоны до всякие vivos но это почти флагманский него давно это было sony я как фирму люблю но скажу вам правду снимает телефон посредственно я понимаю что лучше ставить ручные настройки но кто в здравом уме не являясь фотографом профессионалом покупает телефон чтобы потом рыться в ручных настройках таких людей единицы без обид и когда ты берешь телефон хочешь сфотографировать свою семью ребенка достопримечательности но тебе нет времени рыться в настройках аппарат справляется погано с фотографиями такое чувство что в руках у меня не аппарат за 50 тысяч аппарат за 15 нет днем все не так и плохо но вы видите примеры фотографий на экране я ничего не скорректировал специально как есть это не флагманский уровень мало того когда мы снимаем ночью то фотографии становится еще хуже это печально конечно и самое интересное что даже пример видеозаписи который тоже должен по идее быть хорошим здесь не такой хороший не full hd не 4k меня не порадовали не верите посмотрите примеры фотографий и примеры видеозаписи в оригинале для вас я положил то full hd 60 fps также я сейчас иду проверяю стабилизацию сонки всегда были просто очень сильны в стабилизации по моему классно но судить вам сэлфи камера тут вопросов к ней нет она хорошая сами камеры кстати 19 и 13 то есть здесь по одной камере и sony наверное заслуживает уважения так же как и google pixel что с одной камеры они не боятся идти против рынка где там уже три уже нормой стало давно две-три а то и больше даже и две фронтальных фронталка если для вас это важно она хорошая безусловно и качество видео с фронталки мне понравилось больше чем качество видео с основных с основной камеры и это конечно печали качество видео качество максимальное тут full hd проверим мы пройдемся немножко проверим стабилизацию основной проверяем по камерам есть большое количество разных настроек и есть эффект динозавры всякие тоже этим никого не удивишь но sony заслуживает уважение мультимедийно детям поиграть дать вот эти всякие эффекты пригодится но сама камера печальная и меня это безусловно очень сильно печалит увы ребят не зашел в него как камерафон батарейка еще одно странное решение от японцев это батарейка 3350 миллиампер час на телефон флагманский телефон тяжелый 193 грамма и телефон с 6-дюймовым пусть и с OLED дисплеем OLED дисплее тратят меньше энергии когда особенно темного цвета темных цен больше потому что темные пиксели не работают OLED AMOLED это в принципе одно и то же можете со мной поспорить но технологии это без подсветки жидкокристаллической матрицы если я правильно выразился энергии меньше но в живом использовании ребята конечно телефон тратит энергию также как тратили Android телефоны году 2011 12 то есть его на день растянуть можно с трудом и это опять же не моя придирка не цель какая-то что sony там попинать но мне грустно ну маленькая батарейка объективно одна из самых маленьких на рынке и даже ну чё тут говорить печально и опять же как ни странно видео прокрутил для OLED дисплей мало всего лишь почти 8 часов что результат невысокий обычно но сравнивая хорошо с теми же самсунгами сопоставимыми тоже там батарейки небольшие тоже galaxy s8 я пользовался и одна из причин чему его продал это очень малое время работы в живом использовании там тоже батарейка 3300 если не ошибаюсь ну уж давно это было летом прошлом так вот это немного тот же galaxy с поставимой батарейкой с экраном 5 и 8 он крутил там в районе 12 часов 13 здесь же крутит у меня получилось меньше 8 но в любом случае если вы готовы его постоянно подзаряжать если вы хотите выделяться из толпы то что sony безусловно вы выделитесь и аппарат такой не для всех не для всех осталось мне рассказать в принципе про процессор тут qualcomm snapdragon 845 топовый на тот момент когда это sony вышла разумеется щелкает как орешки все тяжелые игрушки не греется конечно я погонял в папку ну сколько минут 12 на 10 12 хватило под под 300 тысяч в antutu и что сказать про sony конструктор 3d есть это прикольная штука можно отсканировать человека голову человека можно предмет еду но это все опять же из разряда дополнительных функций стоит ли за них переплачивать хотя ну как переплачивать с китайцами и не сравнишь начнете кричать ноги это sony ты достал сяоми вам пластом meizu такие явные китайцы корейцами можно сравнить корейцы стоит сопоставимых денег но не зашел мне он ребята говорю откровенно не зашел те кто пользуется этим телефоном подтвердите мои слова или опровергните будьте честными может быть конечно у вас прошивка на камеру другая но ребята тот же one plus 6 фотографирует на мой взгляд сопоставимо то и лучше ночью так однозначно лучше чем это sony видео пишет one plus 6 даже лучше samsung лучше будет и уж не буду говорить про всяких китайцев но печаль печаль но в любом случае аппарат заслуживает уважение то что он существует что дает конкуренцию чем больше конкуренция тем лучше всем нам пользователям телефонов отмечу что здесь конечно же есть и беспроводная зарядка быстрая и проводная зарядка быстрая но sony слов нет они полутора амперное зарядное устройство дешевое в комплект положили дешевые кабели ну как так можно ну sony положите вы туда нормальное зарядное устройство нет они положили дешевое разумеется водозащита ip68 телефон можно погружать под воду снимать под водой пользоваться им на пляже и что еще ничего не забыл да про камеру кстати будете писать наверное почему не сказал говорю здесь нет оптической стабилизации но я не вижу в этом проблем sony это все-таки производитель камер и она и без оптической стабилизации только с электроны справляется отлично стабилизация хорошая но многих это опять же удивит но я думаю тут нисколько не цель экономия sony просто наверное считает что их электронная стабилизация лучше чем у других оптическая что еще про этот аппарат сказать я искренне старался его не ругать но я не могу не рассказать вам объективно насколько это возможно как я это вижу то есть что мне в этом аппарате категорически не понравилось это то что он скользкий это то что у него довольно таки посредственное качество камеры это что довольно таки посредственное время работы от батареи для меня это очень важно критично кстати еще в такт музыки он вибрирует к сожалению они до сих пор не сделали поддержку по крайней мере в pub mobile такой функции нет но когда вы слушаете музыку через стройный проигрыватель телефон вибрирует но как sony dual shot вот эти джойстики помните джойстик sony кстати к нему можно тоже подключить и вибрация штука прикольная можно настроить безусловно интересно я бы в своем телефоне не отказался на чтобы она работала на игру играешь какую-нибудь игрушечку там папка тот же в вибрация как sony делала и как другие консоли консольные джойстики плюсы даже не знаю если честно что в однозначные плюсы вот ну колоком снэпдрагон сейчас у всех аппараты вдвое дешевле в цене с колоком снэпдрагону 845 ну решайте сами опять же магазину q.ru огромное спасибо за то что предоставили этот телефон на тест цены на него можете посмотреть по ссылке под видео на данный момент он стоит там районе пятидесяти тысяч еще расскажу если все-таки вам это sony интересно то конечно имеет смысл посмотреть либо черную как у меня либо особенно зеленую изумрудную на этом у меня все обзоров много будет обзор на honor view view 20 разумеется который с дыркой в экране под фронтальную камеру а я же с вами не прощаюсь а говорю до свидания будьте здоровы будьте успешны будьте позитивны до новых выпусков с уважением ко всем давид да и так называемая функция но я привык называть always on display так как это амалет экран здесь конечно же присутствует счастливого ребят